Добрый вечер! Вы смотрите программу Якутия Лайф в студии Ирины Ефимова. С 11 по 15 сентября в Якутии пройдет 11-й Евразийский симпозиум по проблемам прочности ресурса в условиях климатически низких температур, посвященный 85-летию со дня рождения академика Владимира Петровича Ларионова. В этом году ученые обсудят актуальные вопросы современной металлургии, математическое моделирование материалов и технологий по решению физико-технических проблем Севера и, конечно, снова затронут тему испытания прочности материалов в наших экстремальных арктических условиях. И сегодня у меня в гостях именно те, кто может рассказать, какие результаты уже известны ученым и какие планы своей исследовательской деятельности они готовы с нами поделиться. Это доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Лебедев и доктор биологических наук Михаил Чиросов. Михаил Петрович, Михаил Михайлович, добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Все длинные регалии я не стала озвучивать, потому что это очень длинно, но вот Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, который вы сейчас, Михаил Петрович, возглавляете, это целая конгломерация институтов, причем совершенно разных направлений, далеких друг от друга. Вот как это все увязывается, какие стратегические задачи сегодня решаются и какие, может быть, в будущем будут решаться? Да, действительно, в Федеральном исследовательском центре семь научно-исследовательских институтов, они продолжают свои исследования по своим научным направлениям, и эти направления, конечно, имеют широкий спектр, начиная от аграрного направления, которым руководит Михаил Михайлович, гуманитарное направление, и до изучения космических лучей, астрофизики, космической погоды. Вот создание Федерального исследовательского центра было сопряжено государственной политической задачей, которая стояла перед нашей страной. Оно направлено на то, чтобы мы решали междисциплинарные задачи, и поэтому вот конгломерат такой, связанный и гуманитарными исследованиями, физико-техническими направлениями, конкретно вот, которые чисто связаны фундаментальными космофизическими исследованиями, предусматривает выполнение междисциплинарных программ и проектов. Сегодня это стоит как вызов, потому что не узконаправленные исследования мы должны проводить, а получить конкретный практический результат, который нужен для экономики страны, республики, ну и для Российской Академии Наук. Ну и вот так вот все в комплексе. То есть если в советское время физики и лирики у нас особо не пересекались, то сейчас мы больше всего говорим о междисциплинарном сотрудничестве. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моим гостям можно позвонить в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, через наше мобильное приложение, чтобы его скачать, отсканируете QR-код, который вы видите на экране, включаете прямой эфир ЯКОТИ24 и задаваете свой вопрос. А как вот слажена работа с федеральными исследовательскими институтами других регионов? Это же ведь не только у нас такой. Мы являемся одним из ведущих научных центров Сибирского отделения Российской Академии Наук. Этим и определяется. Мы являемся региональным научным центром Российской Академии Наук. Но наш центр объединяется с Сибирским отделением Российской Академии Наук. Центр находится в Новосибирске, всемирно известный Академ-городок в Новосибирске. Это выдающаяся школа мирового уровня. И те объединенные ученые советы, которые нами руководят, находятся в Новосибирске. И, безусловно, те задачи, которые мы решаем, они связаны со всеми научными центрами Сибирского отделения, ну и особенно Новосибирским научным центром. И наука вообще должна развиваться не только вот своей каше, так скажем, но обязательно должна сопровождаться со многими другими научными школами. И это у нас исторически сложено, поэтому со всеми научными центрами Сибирского отделения мы взаимосвязаны. Ну и также другими региональными отделениями Российской Академии Наук. Это Дальневосточное отделение РАН, Уральское отделение РАН и многие-многие научные институты, которые находятся в центральной части нашей страны. А вот по развитию науки в Арктическом регионе у вас большая совместная работа, я слышала, с другими федеральными центрами. Да, вот эта программа тоже ожидается в выполнении большой программы. Оно, знаете, вот связывает все федеральные исследовательские центры, расположенные в Арктической зоне Российской Федерации, начиная от Карелии, Архангельска, Коми, Тюменьский научный центр, Тюменьский научный центр, Красноярский научный центр, Сибирского отделения Российской Академии, но, безусловно, мы, Якутский научный центр и Хабаровский федеральный исследовательский центр из Дальневосточного отделения Российской Академии наук, мы провели уже два выездных заседания, которые проходили в городе Якутске. И, учитывая наш потенциал, наш багаж, который получен в научно-исследовательской работе, все федеральные исследовательские центры назначили нас координатором данной программы. А, то есть наши ученые главные. Да, мы координаторы, и это обоснованно, потому что во всех федеральных исследовательских центрах проводится огромная работа, у каждого своя ниша, так скажем. Есть исследования, которые похожи вот в каждом федеральном исследовательском центре, но каждый центр, безусловно, выполняет свою задачу, потому что специфика и Карелии, и Якутии, они похожи, но, тем не менее, вот есть нюансы, которые надо выполнять вместе. Это, опять же, государственная задача, потому что... Ну, это технологический суверенитет страны, да? Да, обязательно это связано с технологическим суверенитетом, и вот консолидация усилий, консолидация проектов, это даст только мультипликативный эффект. Ну вот сейчас у нас же идет десятилетие науки и технологий Российской Федерации вообще по инициативе президента нашего Владимира Ильича Путина. Вот как в Якутии мы ощущаем это, Михаил Михайлович? Ну, надо сказать, что десятилетие самое главное – это все-таки показать обществу, что наука у нас есть, она выполняет важные задачи, в том числе импортозамещение, и большой уклон делается на популяризацию. Причем, как бы, в это десятилетие и вузы, и даже технологические компании могут участвовать. Мы, например, вот самое известное, наверное, мероприятие, которое проводится в рамках вот вроде десятилетия, это из популярных, это фестиваль «Наука ноль плюс». Она вот будет у нас в 20-х числах октября. Приходите, эта наука показывает, что она делает популярно для людей. Ну, это как бы вот такая верхняя… Там и для людей, и для детей, и для школьников я была в прошлом году. Да, по другим направлениям, вот я, ну, наверное, Михаил Петрович больше скажет, я бы выделил проект «Наука и университеты», где создаются молодежные лаборатории. Это дополнительное финансирование, оно идет целевое, оно идет на те проекты, в которых уже есть лидеры, которые уже имеют публикации высокого уровня. Например, у нас в Янце, значит, таких лабораторий, значит, две. Некоторые были, создавались молодежные, не в рамках этого проекта, и мы вот постепенно в республике их становится больше. Например, вот у нас в институте работает молодежная лаборатория генетических ресурсов растений. По сути, мы имеем некое руководство такое всемирного, известного института, ну, института растеневодства имени Вавилова. Сейчас она называется чуть подлиннее, но, по сути, это ВИР. ВИР, который вот тематику по криохранилищу инициировал в масштабах страны, где создан генетический ресурс банков растений. И наши молодые ученые, и в том числе при поддержке, конечно, уже ученых взрослых, они проводят исследования по ускорению селекционного процесса. В этом плане вот взаимодействие с центральными институтами, она очень тесная, плотная, плотная до методического обучения, передачи опыта, методологии, методики, как работать с генетическими ресурсами. Это как раз вот наш проект. То есть не замыкаться в одном регионе. Каждый регион интересен своими интересными объектами. Якутия вообще в этом плане уникальна. У нас короткий вегетационный период. Нужно создавать селекцию под особые условия. У нас уникальные породы лошадей, северных оленей. Крупнорогатый скот у нас уникальный свой. Поэтому есть интересы, и даже институты центральные присылают договора о совместной работе. Мы обеспечиваем где-то сбор материалов, где-то первичную характеристику. Они зато обеспечивают генетические методы, например, в нашем случае. И вообще, например, сельскохозяйственные науки, они становятся уже очень интегративными. Вплоть до того, что мы сейчас разрабатываем проект, связанный с элементами теплофизики для изучения животных. Температурные, датчики и так далее. То есть вот та дисциплинарность, она в каждом институте есть. Но еще плюс у нас должны появиться и появляются проекты между институтами. В частности, по химическим удобрениям, по разработке. Вот у нас институт горного отдела севера, институт проблем нефтегаза. Они же работают с углем, с нефтью, где оттуда можно вытаскивать полезные компоненты и испытывать. Есть центры в Москве, например, центр уникального природостроения. Там тоже довольно много. И это все в рамках единой государственной политики. То есть к этому все центры, все институты подталкиваются. Ну и это общий подход и жесткая экспертиза. Сейчас по всей стране Российская Академия Наук имеет единую экспертизу, даже высшую учебную заведение. Все структуры, где есть слово «наука», проходят через экспертизу Российской Академии Наук. Это важно, но мы ощущаем этот проект в виде дополнительных ставок, финансов. Ну и вообще сейчас ученым уже становится опять престижно быть. Молодых ученых становится больше. По поводу указа президента Российской Федерации об доведении зарплаты до определенного процента, наверное, Михаил Петрович больше знает. И у него основная головная забота в этом части стоит, что мы должны и бюджетными, и внебюджетными средствами стремиться максимально увеличивать заработную плату. А какая вот средняя зарплата у ученого? Ну вот по указу президента страны, согласно майских указов, средняя заработная плата научных сотрудников, именно научных сотрудников, должна быть на уровне 200% от средней заработной платы по региону. То есть в два раза больше должен получать? Да, да. Это в среднем. Это требование, это указ, это поручение мы должны выполнять. И как раз вот эти моменты и связаны с десятилетием науки и технологий, которая объявлена президентом нашей страны. Вот если историю развития нашей страны посмотреть, то особенно вот такие переходные, тяжелые, суровые времена, всегда государство обращается к науке. Это было всегда, это когда и была первая революция в прошлом веке, потом вторая мировая война. В веки сложные времена были открыты научные институты, были открыты университеты. И благодаря этим решениям наша страна победила. И то, что вот объявлено на десятилетие науки и технологий, как раз вот связано и с этими стратегическими задачами. На сегодня все направления сложно, конечно, взять под контроль, но те направления, которые связаны с фотоникой, микроэлектроникой, развитием робототехники, особенностями биотехнологии, экологии, новых материалов, здоровье и сбережения. Это те направления, над которыми работают коллективы Российской академии наук, Сибирского отделения и Якутского научного центра. И именно выполнение этих задач в течение десятилетия, оно должно дать прорывной такой скачок нашей страны, чтобы именно технологический суверенитет по-настоящему и утвердился. Когда страна хочет стать сильнее, должна стать сильнее. Не то, что хочет, а обязательно должна стать сильнее, конечно, она должна опираться на науку. И это очень приятно, что в сравнении с теми же 90-ми годами, когда научные сотрудники копейки получали, уходили на, не знаю, торговать на рынок, по сравнению с этим, конечно, очень многое поменялось в стране. А вот Михаил Михайлович, а вы помимо того, что исполняете обязательность директора Дни сельского хозяйства, вы также начальник образовательного центра, Якутского научного центра СУРАН. Вот расскажите про этот образовательный центр. Ну, надо сказать, что я уже был начальником и потом, получается, уже стал исполняющим. Поэтому для меня образовательная деятельность – это та деятельность, которая должна быть частью научной обязательной порядки. Ну, еще как-то вот обыватель, люди не знают, что аспирантура в нашей стране вообще начиналась с академической науки. И вузы потом подключились. Поэтому в этом плане у нас аспирантура – это одно из двух направлений – наука и образование. Образование, как именно подготовка высшей категории, где люди должны учиться. Сейчас вот уже принято по всей стране академическая аспирантура. То есть надо выйти, проучиться и выйти на защиту диссертации. Это уже уровень, показатель. Что-то некоторый период назад было как-то образование как ступенька, аспирантура как ступенька образования. Сейчас уже все, уже законодатель поменял. Это должно завершиться кандидатской инсерцией. Минимум. Соответственно, вот одна из главных задач образовательного центра – организовывать образовательный процесс по аспирантуре. Аспирантура – это реально подготовка кадров для нашей академической науки. Потому что, ну, как и любое сообщество, должно быть обновление, приход новой молодежи, вот молодежные лаборатории. Плюс еще, конечно, в недрах и Академии наук, в наших центрах, плюс выпускников вузов мы приглашаем поступать в аспирантуру. И мы направлены на то, чтобы люди защищались и выходили на повышенный уровень. У нас, да, достаточно требований. У нас только английский язык мы набираем обучаем. У нас работают в научных лабораториях. Они приходят в лаборатории к ведущим ученым, которые возглавляют направление. И наша задача, чтобы они стали кандидатами в науку. То есть это тоже очень важная ступенька. И кто хочет заниматься наукой, кто об этом мечтает, он должен пройти через эту ступеньку. Это первый шаг. Дальнейший шаг – это работа или в академической науке, или в вузовской науке, или в вузах, как преподавателей, в других. Но надо всегда стремиться к дальшему. Следующая ступенька – это доктор наук. Поэтому нужно образовательный центр, в том числе, должен думать о дополнительном профобразовании, которое как бы непрерывное образование, повышение квалификации тоже должно быть. Но мы сейчас стремимся получить лицензию на дополнительное профобразование. Тоже очень важно, потому что мы уже понимаем, что все должны учиться непрерывно. Я вот как смотрю по своему базовому образованию, хотя у меня вроде одно, всегда приходится осваивать кучу новых методов, новых направлений и так далее. И вплоть до того, что сейчас у меня специальностей направлений очень много. В институте четыре крупных направления, по которым надо разобраться в каждом. И тут, конечно, образование фундаментальное, подготовка очень много дает. К тому же, вот сельскохозяйство сейчас, например, оно просто насыщено биологизацией, экологизацией тоже очень важные вещи. Поэтому образовательный центр, он ставит задачу повышать квалификацию, защищать молодежь и пополнять кадры. Это тоже очень нужная и важная задача. И Михаил Петрович, ну, просто поставил, предложил возглавить это направление. Через некоторое время кто-то появится, другой начальник образовательного центра. Я думаю, что это движение должно развиваться. Я просто рад, что у нас аспирантуру ЕНЦ стали узнавать. У нас 34 специальности ваку, по которым можно прийти к нам, прикрепиться. 24 бюджетных места. О, это очень много, да? Это, ну, есть и 7 институтов. Из 34-х, 24 бюджетных, это много. Да, 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 это, ну, есть и побольше, в университете в нашем СВФУ больше. Ну, с другой стороны, это о чем говорить, что государство, тоже нацпроект, он дает места. И причем, как бы можно сказать, что нас не обижает. То есть фактически вот ощущаем, что регионы Дальневосточные другие и по вузовским местам, и по аспирантским местам, но они поддерживаются. Достаточно неплохо. Это тоже вот десятилетие науки и технологий. То есть образовательный центр, это веяние времени, и мы объединились в один ФИЦ, единая аспирантура. Мы делаем так, чтобы институты понимали, что это их аспиранты, и они не готовятся для них. Вот такая наша миссия. То есть я правильно понимаю, что если мне нужна аспирантура именно для того, чтобы заниматься потом наукой, а не просто там, чтобы получить кандидата для прибавки к зарплате, я не знаю, то нужно к вам идти. Ну, вообще-то так, конечно, сложно. Конечно, все идут в аспирантуру, чтобы сделать науку. Я, например, учился в аспирантуре Башкирского университета, но я просто туда специально шел, потому что там был лидер нашей науки, я хотел там учиться, у Миркина Бориса Михайловича, и именно я туда шел и там обучался. Прошел обучение в Ленинградском университете, аспирантуру в Башкирском, предзащиту в МГУ, защиту в Новосибирске, в Центральном сибирском подсаду. Это нормальное явление в науке. Михаил Петрович тоже защищался не здесь, и это тоже очень важно. И мы единое пространство вообще российское. И в этом плане любой, кто приходит в академическую науку, должен понимать, что он должен соответствовать большим российским стандартам, и надо к этому стремиться. Сейчас в стране обсуждается изменение системы высшего образования в связи с отказом от баллонской системы. Ну вот то, о чем Владимир Владимирович говорил, когда он говорил о возврате специалитета, вы как вот к этому относитесь? Ну это, наверное, это... Ну, конечно, вот наша система, я имею в виду наука, она взаимосвязана с образованием, потому что должны прийти молодые исследователи, они должны учиться у учителей своих, и подготовка высококвалифицированных кадров – это тоже наша первостепенная задача. Вообще, сейчас, по-моему, уже все приходят к тому правильному выводу, что советская школа образования – это лучшая школа была, и вот мы Михаил Михайловичем это подтверждаем. Советские ученики. И тогда были прекрасные учителя, прекрасные методисты, которые готовили учеников, всех учеников, не выборочно в каких-то специализированных классах, а общеобразовательная такая среда была очень высокой. И мне кажется, что это самая главная часть, значение огромное, что обучение по всем фундаментальным дисциплинам, таких как математика, биология, химия, физика – они основа, и вот если знаешь фундаментальные академические дисциплины, то и другие дисциплины, конечно, даются более-менее легко. Поэтому вот просто жизнь показывает, но в такой ситуации, что от балансской системы мы будем отходить и более тесно будем приходить к советской системе, ну, оно опять же будет приближать технологическому суверенитету. Понятно. В общем, я поняла, в рам к этому относятся положительно. Да, положительно. Но еще надо сказать, что студент нашей страны сказал взять все лучшее, что было, и сохранить то, что лучшее пришло. То есть это будет некий симбиоз, и, соответственно, какие-то направления магистратуры должны остаться. Единственное, что сейчас министерство говорит, что должно остаться в ведущих и лучших университетах и вузах. То есть, получается, теперь каждый вуз должен понимать, если он имеет магистратуру, значит, он соответствует высокому рейтингу. В этом плане мы сейчас прорабатываем вопросы совместные с нашими вузами ведущими, которые нам по профилю, это СУФУ и АГАТУ, в том, чтобы мы начали обсуждать вопросы по совместной магистратуре. Будем ее называть пока условно-академическая магистратура, потому что нам тоже важно, чтобы были хорошие специалисты. Ну и специалистов специалитета тоже, вы все выпускники специалитета, да, тоже люди могли сразу прийти в науку. Поэтому в этом плане, как сказал наш президент нашей страны, взять лучшее то, что было, и взять то, что пришло лучшее. Вот это будет новая система, она будет базироваться на советской системе, не будем называть ее старой, она, на наш взгляд, актуальная, и в этом плане будем лучше работать. Пилотный проект определили, и многие вузы перестраиваются, готовятся. Я думаю, что они должны понять, что тренд нам оказали. Я понимаю, что мы на эту тему можем говорить бесконечно, хочу еще успеть поговорить про симпозиум все-таки, с которого я начала, значит, он призван изучить еще глубже вопрос изменения климата, круговороты веществ в природе. И вот первый такой симпозиум по проблемам прочности ресурса в условиях низких температур был инициирован академиком Ларионовым более 20 лет назад. Вот за это время можно же было всего же вдоль и поперек изучить, или там что-то новое постоянно возникает? Да, вот, конечно, два десятилетия прошло, но тем не менее, вот это вспоминается, как будто вчера Владимир Петрович тогда был еще председателем Якутского научного центра, директором Института физико-технических проблем Севера, и он тогда уже предвидел, что проведение симпозиума по проблемам прочности, оно будет актуально и на десятилетия вперед. Тогда Владимир Петрович инициировал данный симпозиум, и подключились наши зарубежные коллеги, это и Европа, и Азия, и те задачи, которые стояли тогда, они, конечно, сегодня видоизменились, но они уже стоят уже на другом уровне. За эти десятилетия, конечно, исследования проходят уже на другом уровне, тогда на наноуровне, на микроуровне исследования оказались перспективными, а сегодня вот инструментарии, приборы, которыми мы пользуемся, они уже достигли этого, и сегодня, вот, как я говорил уже на уровне развития микроэлектроники, фотоники уже, там, искусственного интеллекта, это те задачи, которые вот сегодня увязаны с сегодняшним проведением, вот, симпозиума. Во вторник начнется пленарное заседание симпозиума, потом два-три дня они будут проходить в секционном формате, и наши коллеги, которые будут участвовать из Китая, наши коллеги из всех ведущих научных школ Российской Академии Наук, они, многие уже подтвердили свой приезд, и здесь за круглым столом мы будем обсуждать эти проблемы, и я уверен, что это обсуждение не только будет чисто профессиональным, и будет повышать наш интеллект, нет, мы должны стремиться, чтобы эти результаты были направлены на то, чтобы были эффекты для экономики, для развития нашей страны, и опять же, вот, повторяю, для получения технологического суверенитета. В рамках симпозиума будет еще заявлена научно-практическая конференция «Энергетика северных территорий», там вот что интересного будет. Да, вот Владимир Петрович еще тогда определил эти направления, проблемы прочности, надежности, работоспособности, новых материалов, новых технологий, и вопросы энергетики, они также очень актуальны. Ну, если взять нашу республику, территория огромная, более трех миллионов квадратных километров, они требуют своего развития, ну, не только развития, вообще вот в каждом наследии, на каждой территории должна быть комфортная обстановка. А без энергетики мы никак не обойдемся. Поэтому здесь вопросы транспортной освоенности и вопросы энергооснабжения, они очень нужны. Поэтому вот наш глава республики, Айсен Сергеевич, вот как выпускник физического факультета Московского госуниверситета... Который диплом, причем, писал про низкие температуры. Да, 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 и прекрасно понимает, что вопросы энергетики, они очень важны, и не только вот традиционная часть, которая связана с углеводородным сырьем, но и другими альтернативными видами, в том числе и на основе ядерных источников, они очень важны, и на сегодня наука как раз перешла к такому состоянию, что проведение данных технологий будет безопасным. Это самое главное. Вот эти технологии должны быть безопасными, без урона экологии. Это часть, ну, для нас тоже очень дорога, потому что мы своим потомкам должны оставить вот ту прекрасную среду, которая присутствует на нашей территории, нашей республике, но оно, конечно, должно развиваться вместе с новыми современными технологиями. И энергосбережение, и транспортная освоенность в этом отношении очень важны, и вот на круглых столах нашего симпозиума мы эти вопросы тоже обсуждаем. Я очень надеюсь, что вот наши коллеги, которые приедут из других научных школ, они свое видение скажут, и будем получать уже такие консолидированные итоги наших технологий и материалов. А вот сейчас в рабочих профессиях внедряются ли вот такие методы, которые сперва проверяются в условиях сверхнизких температур, если конкретно вот о теме говорить, симпозиума, да, ну вот, например, при сварке, да, когда при низкой температуре резкое охлаждение металла, там может быть разъединение. Да, вот как раз Владимир Петрович... То есть практическая вот эта часть. Да, как раз Владимир Петрович тогда и начинал его кандидатская диссертация, и докторская диссертация были связаны с получением изделий неразъемных соединений, сварочных технологий, и очень вообще сложная технология, которая предусматривает, с одной стороны, там высокую температуру, и изменение фазовых состояний материала. Ну, а в итоге это изделие должно выдерживать все перепады, которые мы ощущаем в климате нашей территории. И вот именно испытание образцов, потом деталей, которые проходят испытания вот при различных условиях, в том числе при температурных условиях, они очень важны, и вот в лабораториях наших институтов эти исследования проводятся, и они востребованы, они даже востребованы у наших зарубежных коллег, которые изготавливают многие-многие техники. Я поняла, что нужно приглашать вас почаще, потому что время у нас подошло к концу. Мы с этим согласны. Спасибо вам за интересную беседу. Нам остается только ждать начала симпозиума, который пройдет в Якутске с 11 по 15 сентября. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутила» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Посмотрите нас по будням в 19.15, расскажем, чем живет Якутия.